И не только в спортивном плане. Казахстан сейчас на пороге глобальных перспектив. Новые вызовы ждут нас в экономической сфере. Шансы стать крупным игроком у Казахстана высоки, так и экономисты России и Кыргызстана оценивают возможности нашей страны как нового члена Всемирной торговой организации. Причем свою оценку аналитики делают на опыте участия в ВТО собственных стран. Мой коллега Дмитрий Крюкович выслушал мнение экспертов. На постсоветском пространстве Кыргызстан первым вступил в ВТО. В страну сразу же наводнили зарубежные товары, в основном китайские. Местный производитель оказался не готов к конкуренции. Для заполнения рынка, собственной продукции и развития бизнеса Кыргызстан решил интегрироваться в региональные экономические объединения. Практически каждый участник ВТО вступает в какой-нибудь региональный альянс или союз. Кто-то в два, кто-то в четыре. Есть лидеры, которые вступили в 12 региональных союзов, поэтому членство в ЕАЭС и ВТО – это не демитральные противоположные астетики, а это одно и то же. Это некая такая матреска, когда внутренний рынок, рынок ЕАЭС и глобальный мировой рынок. А вот у Казахстана перспектив намного больше, считают соседи. Выходы к морю, развитая сеть железных дорог и крупные аэропорты позволяют говорить об огромном транзитном потенциале страны. После вступления в ВТО Казахстан может регулировать товаропотоки между Европой и Азией. Впрочем, преимущества глобальной экономики почувствуют и обычные казахстанцы. Я честно рад за мелкий бизнес, я честно рад за граждан Казахстана, потому что вступая в ВТО, вы даете возможность для экономики получить новые технологии, получить новые виды продукции, более дешевые, более качественные. Российские экономисты уже подсчитали прибыль от вступления в ВТО. Позитивные изменения коснулись экспорта ориентированных предприятий. Металлургия, химическая промышленность и энергетика в этих сферах исчезли барьеры для доступа на международные рынки. Эксперты называют их главное преимущество. Россия получила механизмы защиты своих торговых интересов на международной арене. От ВТО выиграло население, потому что именно налоги с экспортных компаний являются основой нашего бюджета, а значит основой социальных программ. И вообще промышленный сектор, а это делает товары на нашем рынке более дешевым. И это в свою очередь тоже помогает населению, потому что чем дешевле товар, тем вам легче его купить. В Казахстане, как и в России, защитные меры по поддержке производителей продлены еще на несколько лет. Государственные дотации будут получать наиболее уязвимые отрасли. Фора в пять лет вполне позволит тому же сельскому хозяйству или машиностроению окрепнуть и стать конкурентоспособными. Также по оценке экспертов, вступление Казахстана в ВТО это отличная возможность трансформироваться из регионального лидера в крупнейшего участника глобального экономического процесса. Дмитрий Курькович, Бакатчермашев, Дана Нуржан, Хабар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова